всем привет меня зовут алена воронцова я стилист и сегодня мы с вами поговорим на достаточно провокационную тему про старомодные и модные стрижки и укладки почему провокационная хотя на самом деле в ней ничего провокационного нет но только потому что у нас в стране закрепился такой стереотип которого практически больше наверное нигде нет что самые красивые волосах это их длина но на самом деле это уже ошибочно и если вам не 20 ну максимум 25 лет то уже длина ваших волос не настолько важно и скорее даже наоборот слишком длинные волосы будут портить ваш внешний вид и делать его антистильным вообще волосы стрижка и ваша укладка это один из ключевых моментов вашего образа потому что вы можете надеть на себя простую базовую одежду и если при всем при этом у вас будет будут например лакированные вот такие локоны или нарощенные волосы до пояса то вы испортите весь свой внешний вид и так давайте поговорим про признаки старомодных причесок и стрижек пункт номер один это отсутствие стрижки вообще исключение это если у вас очень ухоженные волосы и достаточно объемные поэтому когда вы их распускаете им никакая стрижка не нужна достаточно ровного среза для того чтобы они хорошо смотрелись и вы хорошо выглядели всех остальных случаях следует следить за тем чтобы ваша стрижка регулярно обновлялась или чтобы она была интересной легкой и чтобы в волосах была какая-то свобода и было видно что вы за ними действительно ухаживаете второй признак старомодной прически это слишком сложные навороченные укладки особенно да если это лакированные кудри или какие нибудь необычные странные вавилоны и вообще любая прическа по которой видно что вы над ней карпели сами или где-нибудь салоне красоты сейчас это антимодно потому что важна легкая небрежность и непринужденность ваших образов и третий пункт который выдает старомодную прическу это настолько длинные волосы которые буквально перекрывают все ваше тело собой и висят вот таким вот полотном как я это называю это напоминает голову на ножках потому что если не видно практически вашего тела и она заполнена волосами до пояса то получается что у вас идут волосы как продолжение головы и сразу же продолжение в виде ног таким образом можно испортить даже самый модный комплект одежды если вы посмотрите классные стрит стайл фотографии вы практически нигде не увидите слишком длинных волос максимальная длина которая сейчас популярная это волосы до лопаток или чуть ниже ну и наверное самое анти модное что только можно придумать на данный момент это наращивать свои волосы девочки это было модно может быть лет 8-10 назад когда 8-10 они 80 когда девушки наращивали себе белые или черные волосы вытягивали их утюжком накачивали губы и носили бандажные платья и туфли на платформе и шпильках сейчас это уже пережитки прошлого поэтому если у вас наращенные волосы до сих пор срочно от этого отказывайтесь и теперь поговорим про признаки современной прически и первый пункт это то о чем я уже несколько раз сказала это конечно же легкая небрежность причем даже когда вы делаете укладку в салоне например и вам вытягивают и красиво укладывают волосы на брашинг на круглую расческу даже такая укладка лучше смотрится и не как только вы вышли из салона красоты и у вас такой вот неестественный объем а когда она уже немножко опала и стала более натуральной хотя на самом деле сейчас просто достаточно регулярно ухаживать за своими волосами чтобы они были чистыми и если есть какая-то у них легкая естественная волна от природы то это даже хорошо единственное о чем мне здесь в этом пункте хочется отдельно сказать это о том что не надо конечно тоже переусердствовать в этой небрежности потому что я замечала за некоторыми блогерами что они слишком увлекаются и получается что голова выглядит грязноватой назовем вещи своими именами или если волосы выглядят слишком некачественными пожамканными такими это тоже некрасиво мочалистыми волосы ваши быть конечно же не должны особенно ужасно это смотрится в сочетании с очень длинными волосами вот до пояса или до тазобедренной кости этого дает отличает стильную девушку от не стильный старомодный пункт номер два сейчас в моде ну и в принципе как практически всегда градуированная стрижка это когда у вас есть несколько уровней длины волос ну например как у меня видите у меня длинная челка я ее периодически подстригаю и здесь тоже волосы на разном уровне стрижка называется каскадный мне очень часто спрашивают вообще название именно моей стрижки и я специально стригу 7 на таким образом потому что такая стрижка позволяет делать визуально волосы более объемными то есть они смотрятся пышнее но если у вас не длинные волосы у меня недостаточно длинные они как раз закрывают лопатки длиннее я их не отращиваю принципиально как вы уже поняли если волосы короче то тогда градуировка не обязательно потому что короткие волосы и так позволяет сохранять объем следующий пункт который вы можете рассмотреть для себя как вариант актуальной стильной стрижки это просто добавить себе челку при этом она может быть короткая может быть длинная челки в моде уже давно и они по-прежнему сохраняют свою популярность челка это удобно для тех кто любит собирать свои волосы например в пучок или в хвост когда у вас здесь остаются еще волосы то получается красивая прическа что сложнее гораздо достигается когда у вас волосы все одной длины хотя челка хорошо смотрится и с распущенными волосами единственное что за ней сложнее ухаживать ее нужно постоянно укладывать да это такое минус наверное данной стрижки но все-таки если вам хочется добавить легкости и сделать образ более современным то почему бы и нет и отдельно я хочу сказать предвкушаю предвосхищая точнее комментарии к данному видео ролику что не нужно мне говорить что я сняла это видео потому что не способна отрастить волосы как раз таки наоборот мне генетика позволяет это сделать и я очень долго ходила с волосами именно до пояса пока я не обратила внимание на то что это уже выглядит как-то ну не очень современно и повторюсь что если вы молодая девушка вам 15 20 25 лет то для вас это позволительно и чем старше женщина тем короче ее волосы об этом тоже не следует забывать на сегодня по поводу стрижек волос и укладок все пишите в комментариях если вам понравилось данное видео ставьте лайки и до новых встреч друзья